Всем привет! Я очень рада видеть вас в новом видео. Если вы его открыли, значит у нас с вами есть общие интересы, значит вы также хотите быть в курсе того, что происходит на косметическом рынке. Я давно хотела сделать что-то типа бьюти новостей, но несколько в другом формате, то есть не просто показывать то, что выпускают производители какие-то новинки, а я хочу, чтобы мы с вами были осознанными потребителями, то есть чтобы мы были в курсе того, на что больше делают упор производители, какие ингредиенты они добавляют, что нового, рабочего появляется, какие альтернативы, чего стоит опасаться, на что нужно обращать внимание. Также я, конечно же, буду показывать какие-то примеры средств, которые у меня есть, которые я попробовала или только заказала. Я надеюсь, что вам будет интересно и что вы также напишите, что вы думаете по поводу каждого пункта. У нас с вами сегодня огромное количество тем для обсуждения, поэтому поехали! Первое, о чем хочешь, не хочешь, но узнаешь, это канабидиол. Не поверите, но у нас сейчас в магазинах есть даже отдельные стенды, отдельные полки, где представлена косметика, которая содержит канабидиол. Что же это такое? Это не канабидиол, которое мы все знаем, которое славится своими восстанавливающими свойствами. Канабидиол, это масло холодного отжима, именно из семечек канабидиол. А канабидиол добывается из стебля и также из листьев. И сам ингредиент гораздо дороже, чем канабидиол. И спектр действия у него более обширный, чем у канабидиол масла. Это в первую очередь заживляющие, восстанавливающие свойства. Но дело не в том, что у вас должна быть такая красная, разъяренная, раздраженная кожа, и тогда канабидиол себя проявит. Нет, наша кожа подвергается такому очень агрессивному воздействию окружающей среды. Это и солнце, это и пыль, это и грязь, и все-все остальное. Стресс, то, чем мы питаемся, и то, какой образ жизни мы ведем. То есть все-все в целом сказывается не только на нашем лице, а на коже, на всем теле. И поэтому все типы кожи нуждаются в восстановлении, в заживлении, конечно же, те более поврежденные. Также я читала очень много отзывов на тему канабидиола, что якобы он хорошо подходит тем, кто страдает акне, у кого проблемная кожа, потому что он не только заживляет, но еще и балансирует кожу и контролирует себовыделение. Поэтому часто какие-то сыворотки, какие-то кремы наносят на день под макияж, для того, чтобы контролировать все то, что происходит на коже. Я хочу вам сказать, что сейчас в очень-очень многих косметических средствах присутствует канабидиол, но очень часто где-то далеко в составе, то есть его там как кот наплакал. И сейчас все бренды от Avon до супердорогих будут выпускать косметику именно с листиком на упаковке. Обязательно проверяйте то, что указано в составе, потому что еще раз повторюсь, что канабидиол это дорогой компонент. У меня в руках два совершенно противоположных производителя, и, конечно же, по составам они абсолютно разные. Крем от марки Белленда я выбирала по отзывам. У меня версия на день и на ночь для сухой и для чувствительной кожи. И здесь в составе есть и канабидиол, и также канабидиол, на котором я только что делала акцент. И другие полезные для нашей кожи компоненты, такие как витамин Е и сквалан, и другие масла. Также, по-моему, есть версия для более жирной кожи, если я не ошибаюсь. И не в противовес крему от Белленда, а просто в качестве представителя из другого ценового сегмента покажу вам вот такую интересную сыворотку от марки Paricon MD. Она у меня из Look Fantastic. Вообще, я вписала у них название самого компонента, и у меня сразу появилось несколько предложенных вариантов того, что меня может заинтересовать. Поэтому тоже подсказка, как что-то такое искать. Это не крем, это именно сыворотка. Я только видела, что некоторые используют его без ничего и говорят, что недостаточно увлажнения. Я же придерживаюсь того, что я всегда закрываю любую сыворотку дополнительно кремом. Эта сыворотка имеет очень необычную консистенцию. Такой полугель, она очень быстро впитывается, и я использовала ее после чистки, которую я недавно выполняла на своем лице, когда у меня было несколько таких очень-очень красных участков, и буквально за ночь она справилась со всем, все успокоила и очень быстро заживляет. Цена этой сыворотки обусловливается тем, что здесь очень высокое содержание того самого концентрированного каннабидиола, еще присутствует витамин С и омега-3, 6, 9. Да, дороговато, но это такой тритмент для проблемной кожи, и также это антивозрастное действие и успокаивающее, поэтому комплексное, можно сказать. Вот посмотрите, наступит настоящая каннабидиола-мания, потому что он будет присутствовать везде, в каждом уходовом и околоуходовом средстве. И то, что меня очень удивило, это даже не уходовый продукт, это больше аспа, то есть масло, которое наносится на точки, где просушивается пульсация, для того, чтобы все вот эти эфирные масла раскрывались и настраивали нас на такое домашнее спа, на какую-то расслабляющую нотку после сложного дня. Так вот, даже в этом масле, которое можно добавлять и в ванную, и после душа его использовать, также присутствует каннабидиол, наряду с кокосовым маслом, розмариновым, расслабляющим лавандовым, то есть это такая очень приятная смесь, и действительно аромат не такой, как многие аромомасла, он очень нежный, деликатный, немножечко пудровый, и мне нравится, я им пользуюсь, и о тренде на домашнее спа чуточку позже. Ингредиент, о котором я впервые услышала в прошлом году, где-то в конце 2019-го, когда более активно интересовалась ретинолом, оказалось, что все большую популярность набирает бакучиол. Это растительная альтернатива ретинола, и вы знаете, что ретинол, он, конечно, не всем подходит, и не все могут им пользоваться, даже если вы планируете беременность, то ни в коем случае, если вы находитесь в положении или кормите ребенка, тоже нет. Часто ретинол также слишком агрессивен для чувствительной кожи, он может вызывать покраснение, шелушение, и более безопасной альтернативой является бакучиол. Я продолжу копать, потому что это тема река, это то, на что многие производители сейчас будут делать ставки, и я почему-то была уверена, что производитель Indeed, это именно корейская марка, но, как оказалось, средство произведено в UK. Что это за зверь такой? Это диски, которые уже пропитаны веществом, и здесь 30 штук, то есть открываем, берем уже хорошо такой смоченный диск и проходимся по всему лицу. Я заказывала эти пады на Look Fantastic, у них там огромное количество разнообразных брендов, многое из того, что меня интересовало, я нашла именно у них, и, кстати, сегодня, хотела бы рассказать вам о совершенно нераскрученных брендах, о которых вы наверняка никогда не слышали, и при этом не за супер дорого. Вот, все ссылочки я оставлю внизу, не забывайте заглянуть к ним. Так вот, когда приехали эти диски, я их перевернула для того, чтобы вот эта жидкость хорошо распределилась, и теперь у меня даже самые верхние диски хорошо пропитаны. И вот Бакучиол обещает нам улучшить качество кожи, то есть это антивозрастное действие, и якобы с Бакучиолом кожа становится более такой, знаете, упругой, более эластичной, вот более здоровой на вид, выравнивается оттенок кожи, выравнивается текстура. И помимо Бакучиола, конкретно в этих падах, на втором месте в составе неоцинамид, это тоже очень классный компонент, тоже модный, и на третьем месте уже присутствует Бакучиол. Помимо того, что мы можем прочитать на упаковке, я всегда советую вам проверять составы. Я каждый раз читаю, что же сюда напаковали, и вы знаете, многие производители не говорят о том, что есть в составе косметики, и я была очень удивлена, что вот это волшебное масло, как они его называют, от бренда Амаровица, это венгерская марка, также содержит Бакучиол. Это масло хорошо мне подходило, особенно в теплое время года, потому что оно очень хорошо впитывается, не оставляя жирной пленки, и здесь классный состав, масла, которые не забивают поры, это миндальное масло, абрикосовое масло, дальше Бакучиол, то есть он высоко в составе, и катоновое масло, масло примулы вечерние, масло жижаба, и это еще далеко не все, и я также наношу его утром и вечером, также делаю массаж с ним, и если вы выбираете средство, которое содержит Бакучиол, то SPF утром должен быть вашим лучшим другом. В моей памяти лет так 10 огромное влияние на нашу с вами уходовую рутину оказывает именно Азия, и наверняка многое было подсмотрено у них косметическими брендами задолго до этого, но наверняка кушоны были опробованы вами, или гидрофильное масло, гидрофильный бальзам уже так стабильно поселился в вашей косметичке, и многие источники утверждают, что эра корейского ухода, кей-бьюти, потихоньку проходит, и теперь мы все будем стремиться к N-бьюти, к норвежской культуре, к норвежскому минимализму, к минимальному количеству рабочих, активных средств нашей косметички, потому что у всех у нас слишком мало времени. Кстати, кто из вас успел попробовать 10-ступенчатую систему? В моем уходе есть несколько шагов, но до 10 я так и не добила. То есть сейчас речь идет о том, чтобы один продукт выполнял сразу несколько функций, и когда я начала пересматривать те средства, которые я очень люблю, которыми я пользуюсь, я вдруг поняла, что действительно это работает, что это очень удобно, это не просто экономит время, это легче ощущается на коже, и мне это нравится, когда это такой комплекс чего-то. Да, покажу вам несколько примеров. Первое это то, о чем я рассказывала вам в подборке на весну и лето, это крем от марки Dr.Jard, у меня миниатюра, но знаете, я не использовала даже половину, при том, что он мне очень нравится на каждый день. Иногда даже для съемки видео наношу его, когда с лицом все нормально, я ничего там на себе не протестировала неудачного. Значит, это не просто увлажняющий, успокаивающий, подлечивающий крем, здесь в составе есть цика, которая просто безупречно подходит моей коже, это увлажнение, это защита, восстановление, так как я сказала, SPF 30, еще и тонирующий эффект, то есть сам по себе он такой зеленоватый, и когда наносишь его на лицо, оттенок активируется и подстраивается под цвет лица. Конечно, я не знаю, как это будет выглядеть на супер загорелой коже, но мне подходит очень здорово, и я люблю. Нанесла просто поверх какого-то тонера, и все готово. И выглядишь так, как будто уже и накрашена, и поухаживала за собой, так что я за. И, кстати, мода на Центеллу, это наш очередной тренд, также пришла из Азии, потому что у них там есть вот эти песочные бури, и после них кожа в ужасном состоянии, и она как раз требует вот этого восстановления и так далее. И также я читала, что такие бури случаются в Казахстане. Напишите, правда ли это, но я на себе проверила, что ЦИКА это действительно очень классный компонент в уходовой косметике, и как оказалось, еще и можно что-то с тонирующим эффектом подобрать. Лично мне очень хорошо подходит. Также средство, которое появилось в моей косметичке относительно недавно, я заказала его на лето, это такая сыворотка Итон 2 в 1 от марки Перикон МД. Этот бренд внушает мне особое доверие, не знаю почему, мне нравится то, что они используют в своих составах, мне нравится, как это действует на кожу. Это где-то четвертый продукт, который я от них пробую, и возлагаю на него большие надежды. Кстати, я выбрала себе оттенок БАФ, он, конечно, немножко мне темноват, но удивительным образом подстраивается. Это еще один концентрированный продукт, который и ухаживает, и визуально выравнивает оттенок кожи, и защищает от солнца. Причем здесь минеральный фильтр. Это действительно и сыворотка, и Тон 2 в 1, потому что и увлажняет, также здесь есть антиоксиданты, это и антивозрастное действие, и дополнительная защита от солнца, также растительные экстракты, масла, но по ощущениям она улажняющая, нежирная, и пептиды, то есть борьба с морщинами, все как бы направленное на омоложение или на укрепление нашей кожи, чтобы она была вот такой плант, такой напитанной, такой ухоженной, более гладкой, более ровной, и вообще я очень люблю улажняющие тональные кремы на каждый день. Я распределяю это средство при помощи пальцев, конечно, какие-то серьезные несовершенства оно не скроет, но мне нравится то, что оно вообще не ощущается реально как просто уход, и при этом цвет лица идеальный, когда смываешь, что нет такого, знаете, облегчения, фух, я смыла макияж. И также эта штука не забивает поры, за что огромный плюс. Еще в прошлом году я начала замечать, что в таких бьюти-кругах активно мусолится тема голубого света, который излучают все гаджеты, понятное дело, наши телефоны, компьютеры, и вроде как это также вызывает старение, и от такого света нам обязательно нужно защищаться. И я поинтересовалась, пока что я как-то скептически подхожу к этой теме, возможно, я ошибаюсь, тогда я заберу свои слова обратно. Я не представляю, как нам удастся убрать вот это излучение из нашей жизни, и также как правильно с этим «бороться» в кавычках. Но из того, что я поняла, многие производители уходовой косметики будут пытаться помочь нам защититься от этого света. Напишите, что думаете вы, и я вычитала, что нам с вами может помочь в этом случае. Во-первых, это знаменитейший антиоксидант витамин С, есть огромное количество сывороток. Если у вас нечувствительная кожа, она не реагирует краснотой, шелушениями, то спокойно можете использовать сыворотки, которые содержат аскорбиновую кислоту. Это большинство сывороток, которые представлены на рынке, от Advanced Clinicals, The Ordinary, это бюджетные опции, до, например, La Roche-Posay, до Ampoule Vichy. Или же можно выбрать некислую форму витамина С, самая стабильная и самая надежная у марки Medicaid. Есть в разной концентрации, я никак не могу поймать мою самую любимую сыворотку, или же Tetra-C, у которой чуть меньше концентрация, тоже Medicaid. Если вам больше повезет, то советую попробовать. Также от голубого света хорошо защищают фильтры, и я считаю, что это также мультифункциональное средство, которое выполняю сразу несколько задач. Во-первых, это очень классный крем с SPF от бренда Cosrx, он много где распродан, на Look Fantastic видела, он есть в постоянной продаже. Если у вас сухая кожа, если у вас чувствительная кожа, если вам нужно дополнительное увлажнение, если вы хотите средства 2 в 1 и увлажняющий крем, и также защиту SPF, а здесь SPF 50, PA++++, то есть лучше быть не может, то советую попробовать. Он не оставляет белого налета, он хорошо впитывается, такой тоненький, очень приятный, при этом дает классное увлажнение за счет алоэ и других приятных бонусов, которые можно найти в составе. И вот мы ездили отдыхать, например, я просто в качестве ухода поверх тонера в жаркие дни наносила это средство и, собственно говоря, все. Также очень классный полностью минеральный фильтр от бренда Somby Me, он более сухой по ощущениям. Здесь присутствует и масло чайного дерева, которое подсушивает, и цыка в большой концентрации, которое подлечивает, не забивает поры, приятно ощущается на лице, не оставляет белый налет, какое-то неприятное ощущение отсутствует. SPF 50, PA++, максимальная защита. Вот эти два крема с SPF это мои любимцы. И еще очень нравится La Roche-Posay для жирной проблемной кожи, когда у меня есть какие-то несовершенства, то я выбираю их крем, я оставлю вам полное название внизу, там есть и салициловая кислота в составе, и неоцинамид. То есть, видите, не просто что-то для защиты, а еще и плюс уход, и он такой приятный на коже, практически не ощутим. Так что есть из чего выбирать. И еще для защиты, точнее даже для восстановления после вот этого облучения голубым светом, нам предлагают использовать средства с бета-каротеном, но пока что у меня таких нет в наличии, и их нужно наносить вечером. То есть, используем в вечернем уходе. Следующий тренд это экологичность и повторное использование упаковки. Повторное наполнение. То есть, если у нас что-то закончилось, возможно, в ближайших годах мы с вами придем и, знаете, дайте мне на развес тонального крема. Я, конечно, утрирую, но, возможно, именно это ждет нас в будущем. Марка Maybelline, которая принадлежит концерну L'Oreal, выпустила тональный крем в такой мягкой упаковке, и предполагается, что мы выльем вот это содержимое в бутылочку, которая у нас уже есть. Мне кажется, что очень хорошая инициатива, или я также прочитала, что марка DAV к концу 2019 года перешла на полностью переработанный пластик. То есть, вся продукция бренда DAV будет продаваться в упаковке из переработанного сырья. Я думаю, что в будущем бренды будут все больше и больше поддерживать вот эту тенденцию. Следующее модное веяние – это капсулирование нашего с вами ухода. Звучит немножко заумно, но объясню, что я имею в виду. Это всевозможные капсулы, в которых будут находиться активные вещества. Некоторые бренды уже давно используют такую технологию. И, например, вот Элизабет Арден с их знаменитыми капсулами с церамидами и антивозрастными компонентами. Я специально ее заказала, чтобы начать с лучших, и внедрю их в свой постоянный уход. И это просто гениально, потому что есть много нестабильных компонентов, таких как витамин С, как ретинол, даже те же кислоты и так далее, и так далее. Перечислять можно бесконечно. И как только ты вскрываешь свою сыворотку, я не говорю обо всех, но очень многие этим страдают. Проходит там неделя-две максимум, да, ты еще и до половины не дошел, а сыворотка уже, по сути, не особо-то и работающая. Поэтому всевозможные капсулы с активными веществами – это просто отменное решение. И также эти капсулы будут содержаться, например, в креме или в масках. В масках я тоже уже это замечала. В знаменитой маске от марки Айзенберг, вот эта моделирующая, там тоже есть такие капсулы, которые мы активируем, в них содержатся витамины. И наносишь маску такими круговыми движениями, тогда эти ампулы лопаются, капсулки такие маленькие, и мы получаем свежую порцию витаминов. Недавно я также показывала вам ампулы от бренда Виши, и тоже хорошо о них отзывалась, говорила, что мне нравится идея, мне нравится посыл. Это у меня ампулы с гликолевой кислотой и витамином С, но я сейчас такие же использую с витамином С и еще, с чем-то сейчас вылетело из головы. И вообще классно, что, допустим, курс рассчитан на 30 дней, и у нас есть четкий график, да, и мы также не забываем, я только поддерживаю такую стратегию брендов, больше ампул, больше капсул. В нашем с вами уходе ради активных компонентов и работающих средств. Многие также утверждают, что огромной популярностью будет пользоваться гликолевая кислота. Для нас с вами это не новинка, я надеюсь, что вы уже познакомились с кислотами, у меня есть целый блок видео, где я рассказываю, какая кислота кому подходит, и вот я согласна с тем, что гликолевая кислота, она одна из самых универсальных и подходящих многим типам кожи. Также я не боюсь использовать в теплое время года, например, гликолевые тоники. Но я должна вас предупредить, что сейчас не только гликолевая кислота, но и многие другие кислоты будут появляться в тех средствах, которые не заявлены как только кислотные, да, где это не будет указано на упаковках. И с одной стороны это казалось бы хорошо, потому что кислоты очень многим из нас хорошо помогают в уходе за кожей. Но с другой стороны вы можете использовать, например, как вам кажется, просто увлажняющий крем, а в нем есть кислоты, дополнять это все какой-то сывороткой. И в лучшем случае будет нейтрализация активов, а в худшем конфликт и, возможно, раздражение и усугубление ситуации. Поэтому я призываю вас всегда читать составы и выучить какие-то такие основные названия компонентов, на которые вы в первую очередь обращаете внимание, чтобы просто не ухудшить состояние вашего лица. Вот не знаю, как вы, а я все же за то, чтобы отдельно, осознанно использовать кислоты в уходе, добавлять или убирать их тогда, когда это надо, и также использовать какие-то успокаивающие, восстанавливающие средства после использования кислот. И буквально в двух словах о моих любимцах из гликолиевой категории. Это тоник от марки Pixi, здесь 5% гликолиевой кислоты. Также мне нравится тоник от Everline, здесь такая же концентрация гликолиевой кислоты, но по действию конкретно на моей коже он ощущается мягче. Очень классный тоник, и так многие его хвалили от бренда REN. Я сейчас его не принесла, у меня есть миниатюра из коробочки, которую я также получила из Look Fantastic. Вообще я влюблена в этот бренд, и многие говорили, что их гликолиевая линейка – это что-то фантастическое. Я сейчас без ума от маски. Также с гликолиевой кислотой, здесь еще и есть молочная кислота и фруктовые энзимы, и при этом она такая какая-то маслянистая. Ничего подобного у меня не было. Снимается она или водой, или специальной такой тряпочкой, которая продается с ней в наборе. Не зря эта маска очень часто распродана. Она прям и нежная, и рабочая. Не знаю, как это совместимо. То есть у нас получается и отшелушивание, и осветление, обновление кожи. И очень часто на средствах с кислотами написано glow эффект, какое-то свечение. Что это такое? Это не значит, что у вас кожа станет как какой-то жирный блин. Кислоты вообще хорошо выравнивают оттенок кожи, очищают поры, обновляют кожу. То есть у нас запускаются все процессы стимуляции выработки коллагена, эластина. И вот после использования такого плана средств, кожа у нас как бы и сухая, но при этом она не стянутая, не какая-то пересохшая. Она очень красиво отражает цвет, при этом она гладкая. И это как признак ухоженной кожи. Вот это своеобразное свечение. Персонализация. Мне кажется, что этот тренд будет поддерживаться брендами не только в 2020 году, а на протяжении многих лет, чтобы у каждого покупателя и пользователя косметики, во-первых, было ощущение того, что у него уникальный уход, который подобран исключительно по потребностям кожи, которые подходят конкретно его типу кожи и будет решать максимальное количество задач. Если даже присмотреться к гаджетам красоты, то раньше у нас у всех была одна универсальная программа для очищения кожи в случае щеточки Форео, или же одна программа чистки зубов. Сейчас же у нас появилось больше разнообразных функций и, конечно же, программ для чувствительной кожи, для нормальной, для жирной, для увядающей и еще какой-то, для деликатных десен, для максимальной чистки зубов и так далее. То есть об этом можно разговаривать, опять же, бесконечно. В уходовой косметике у меня есть всего один, наверное, продукт, который я нашла. Возможно, их больше, но это первое, о чем я сразу вот как-то вспомнила. Это система Clinique ID. То есть мы отдельно покупаем базу, их есть несколько, там для жирной кожи универсальная база, у меня для сухой и очень сухой. И у них также есть или пять, или шесть разных картриджей. И тут вот я хотела бы также обратить ваше внимание. Я подробно рассказывала о каждом из них и в своем инстаграме, и также на ютубе. Это мой фаворит прошлого года, только мне очень нравился оранжевый картридж. И вот когда я начала смотреть составы, то, допустим, оранжевый был такой освежающий, обновляющий. И оказалось, что в составе там также есть кислоты. Это то, о чем мы с вами разговаривали в начале видео. Не знаю, как я это смонтирую. Но в общем, суть в том, что всегда нужно читать составы. И это тоже средство несколько в одном, если так подумать. То есть здесь сразу несколько трендов. И индивидуальный уход, и наличие гликолевой кислоты. И также средство два в одном, то есть базовый уход и активная сыворотка, которая решает проблему конкретно вашей кожи. Далее я хотела бы поговорить о пробиотиках. И вот опять же я перечитала составы. И, например, зеленый картридж из вот этой линейки Clinique ID, он тоже с пробиотиками. Поэтому еще раз что, дружно читаем составы. Иногда что-то работает на нашем лице, и мы не можем понять, почему так, почему нам подходит это средство, а это не работает. Вот когда начинаешь изучать составы, ты четко понимаешь, что ага, вот это мне подходит, а вот это вызывает у меня высыпание. Это не только текстура, это не только первые ощущения, это глубже, это то, что находится в банке. Прежде чем мы перейдем к пробиотикам, очередной тренд – это работа над защитным барьером кожи. Он нарушается, опять же, от воздействия окружающей среды, от неправильного ухода, от каких-то активных средств в нашем уходе. Иногда это необходимо. Кто-то использует какие-то серьезные мази для лечения акне. Кому-то просто необходимо делать какие-то процедуры у косметолога. Или вы дома выполняете кислотные пилинги. И это все, грубо говоря, микротравмы, которые наносятся нашей коже. И это очень сильно нарушает защитные функции кожи. Также защитный барьер нарушается во время того, как мы загораем. Или когда мы сделаем какую-то очень сильную очищающую маску. Наверняка вы ощущали и стянутость, или иногда после чего-то высыпание. Но, в общем, я поняла, что мне реально постоянно нужно соблюдать какой-то баланс в моем уходе. То есть я не могу постоянно каждый день использовать большие концентрации кислоты или ретинола. Вот тише едешь, дальше будешь. Это конкретно для меня. Я также поняла, что очень многие проблемы с моим лицом, я имею в виду высыпание, связаны именно с тем, что у меня нарушены защитные барьеры. Тогда появляются прыщи. Я не могу понять. Вроде ничего не ела, вроде ничего нового не мазала. Но зато я сделала какую-то слишком агрессивную для меня маску. Или что-то в этом духе. И в моем случае отменно работают церамиды. Это и умывание с церамидами от бренда Цераве. Обожаю, люблю нежно. И также моя звездочка в уходе – это марка Аурелия. И вот благодаря этому уходу, который совершенно случайно попал в мои руки, я поняла, что это же то, что было еще в чем-то, еще в чем-то, еще в чем-то. Я поняла, что это именно то, что хорошо балансирует мою кожу, то есть состав микробиома кожи, такого живого щита, который иногда состоит из хороших и плохих бактерий. И вот у кого-то этих плохих бактерий больше, и тогда есть высыпание. А у кого-то все нормально, и вы скажете, что это просто увлажнение и ничего более. Для тех, кто страдает аллергиями, у кого есть высыпание, тем, кто хочет контролировать выделение себум, у кого атопический дерматит, у кого чрезмерная сухость, какие-то локальные высыпания. То есть это не лечение от акне, но это может помочь, потому что также пробиотики обладают такими заживляющими функциями. И я заметила разницу, когда использую какие-то средства с пробиотиками, а когда нет. Чуть больше проанализировав то, что я хвалила, в категорию средств с пробиотиками также входит эссенция от марки Миша и сыворотка от марки Ланкон, которая Женефик, не классическая, а самая последняя, которая вышла в их линейке. То есть если чуть-чуть копнуть, то оказывается, что есть огромное количество средств с препроприбиотиками. Их там огромное количество. И вот, например, есть марка, она бюджетная, это что-то типа как The Ordinary, называется The Inky List, и у них есть очень классный крем, называется он Multibiotic. Также нашла его на Look Fantastic. И хочу сказать, что это очень классное универсальное средство. Я думаю, что оно спокойно может подойти тем, у кого и жирная, комбинированная кожа, и также очень сухая. Крем отлично увлажняет, у него легкая текстура. Если хотите попробовать что-то с пробиотиками, если вы чувствуете, что вам это надо, то советую присмотреться как раз в отменный вариант. После недели красоты, которая также проводится, Whole Foods представили несколько трендов, которые я уже озвучивала в этом видео, и они также упомянули маски. Лично я подумала, что окей, у нас есть еще столько частей тела, на которые можно нанести маску, приклеить, там намазать. Я бы очень хотела что-то для зоны декольте, для шеи, причем что-то, возможно, стимулирующее, там против второго подбородка, еще что-то такое. Но я слишком разогналась, потому что просто основная тенденция будет на то, что у нас для каждой части тела будет отдельная маска. И я решила пересмотреть, что же уже такого интересного продается. И оказалось, что некоторые уже начали подтягиваться. И вот, например, марка Белленда выпустила огромную линейку масок, причем они тоже такие на несколько раз, а возможно и на раз. Я купила только две в ближайшем магазине. Это энзимный пилинг с рисовой пудрой и увлажняющая маска с морскими минералами. И чтобы все не было так просто, производитель рекомендует нам сначала выполнить пилинг лица, далее нанести активатор маски. Я не шучу, реально он так и называется, ампульный праймер. То есть, это что-то напоминающее тоник. Я не пользовалась, но он такой с очень мелким распылителем. Его можно использовать и после маски, для того, чтобы усилить действие. И не знаю, мне очень-очень интересно. Идея как минимум заманчивая. И также это способ продать нам больше. Можно ли заменить этот активатор каким-то другим тоником или эссенцией? Это я проверю на собственной шкуре. Но также я покупала, например, увлажняющую маску от бренда Avene, насколько я помню. Нет, не Avene аптечная, Avene как-то так. И она была очень неплохой, найду вам тоже ссылку. У бренда Shole есть увлажняющая маска. И это не то же самое, что вот эта отшелушивающая, а просто такой 20-минутный релакс и смягчение кожи с маслом Макадамия. И, вы знаете, чем больше ты что-то там изучаешь в какой-то категории, тем больше удивляешься. Если вы думаете, что это все, то нет. Я вспомнила, что у меня в косметичке уже есть маска, которой я давно пользуюсь. Это бренд Petite Fee. Маска на основе масел, которую можно наносить плотным слоем или использовать в качестве бальзама. Как видите, она уходит у меня на ура. Поэтому я купила себе еще одну, по-моему, с облепиховым маслом. Очень приятная душка, очень хорошее восстановление, питание губ. Поэтому я, опять же, за. Вообще, уход за губами можно выделить еще в один тренд, потому что, если вы не заметили, то у нас развелось огромное количество всевозможных пилингов для губ и всего, чего только угодно. И, наверное, мы скоро придем к тому, что у нас будет отдельно маска для кончиков волос, маска для кожи головы. И, кстати, Whole Foods также выделяют в отдельный тренд маски по уходу за волосами. Вот такие дела. Я надеюсь, что сегодня вам со мной было интересно. Вы узнали что-то новое. Обязательно поделитесь, какой тренд вам понравился больше всего, что вы хотели бы попробовать. Возможно, вы знаете какие-то другие средства из каждой категории, которую я сегодня представила. На этом мы будем прощаться. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.